Больше двух тысяч протоколов за два дня. Именно столько бумаг оформили сотрудники полиции за эти выходные на тех, кто дерзнул появиться в общественном месте без маски. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве республики. Может быть кто-то не хочет маску носить и ему это некомфортно, но это его личное дело, потому что он заражает других, поэтому мы здесь защищаем интересы большинства. Каждый день на стол кладется справка об этой работе в разрезе муниципалитетов. Все-таки пока у нас до конца еще люди до конца не осознали, что маски носить это обязательное требование, которое защищает других, подчеркиваю, большинство. Меньше остальных маски придется носить людям старше 65 лет. Для них снова вводится режим обязательной самоизоляции. Выйти за порог они смогут только с 11 до часу дня или имея в кармане справку от работодателя. Что такое обязательная самоизоляция? Это значит обязательно находиться в доме и нельзя находиться вне дома, вне того промежутка времени, который мы определяем или тех, скажем так, уважительных причин. Иное тоже наказывать в административном порядке. Свободу передвижения ограничивают и у молодежи. Затяжные осенние каникулы закончены и на смену прогулкам с друзьями приходит прогулка с портфелем до школы. Но половина учащихся едва ли сможет пройтись даже до нее. Учащиеся с 1 по 5 классов и 11 классов сегодня пошли в школы. Они учатся в обычном режиме с 1 по 5 и 11 классов. А также учащиеся малокомплектных школ, а также школ в тех районах, где сложности с возможностью дистанционного обучения. Учащиеся с 6-10 классов обучаются дистанционно. Такой график мы определяем до 22 ноября. Однако и тем и другим теперь нельзя показываться в торговых центрах. Единственным пропуском в молы для тех, кому нет 18-ти, станут их родители. Детям до 18 лет нечего делать в торговых центрах без своих родителей или отвлекунов. Потому что торговый центр у нас превращается в результате места прогулки, нахождения, свободного времени и там, что только не происходит. Для тех же, кто еще чувствует вкус продуктов, изменения в указ о режиме повышенной готовности сулят кое-что хорошее. Теперь заведения общепит работают на час дольше, до полуночи. Ко мне скрывать не буду. Обратились представители общественного питания, которые попросили, чтобы режим работы с 11 вечера до 12 был. Без впуска, как говорится, дополнительных, соответственно, клиентов и, соответственно, до 11 кухни работать. Я думаю, разумно это до 12.00. В то же время в Башкирии может появиться больше ковид-госпиталей. Все это нужно для того, чтобы поддерживать необходимый коечный фонд. В крайнем случае перепрофилировать могут больницу, которая находится в центре Уфы. Мы отработали. Плюс у нас еще есть резерв. И мы готовим для перепрофилировки еще дополнительно, если потребуется, это корпус ни глазных болезней, ни Уфинских, Академии медицинских наук. Также будем дальше рассматривать и дополнительные корпуса по другим стационарам, если потребуется. Пока в этом необходимости нет. И если количество больниц, которые готовы принять пациентов, увеличивается, то врачей, которые готовы их лечить, становится все меньше. По всей Башкирии на помощь опытным медикам уже отправили студентов медицинских вузов. Но в некоторых городах врачей по-прежнему не хватает. Мы вот анализировали ситуацию эпидемиологическую. У нас сложное первое – это Уфа, а второе номер два – это стальтомаг. И стальтомаг вообще я прошу обратить внимание более серьезно к этому. Я знаю, что работаете, но значит надо искать ресурсы. Не хватает там катастрофических врачей в стальтомаге. Так мы обычно там по районам бегали. Сейчас стальтомаг очень сильно страдает. Пусть глава отрабатывает. Также Хабиров отметил, что по поликлиникам и больницам есть ряд замечаний. Но после глава добавил – врачи просто устали. Егор Полторыхин, телеканал ЮТВ. Лучше. Продолжение следует...